Так, меня зовут Андрей, я в карты играю уже, в покер играю, точнее, в техоскопол, например, с 2005 года. Когда я начинал играть, мне было 15 лет, я там регистрировал аккаунт на маму, на друга и так далее. Ну, как-то была возможность играть. И в целом мне очень нравится эта, как бы сказать, эта игра, потому что это не просто какая-то азартная игра, где ты ставишь на черное, красное или на зеро, а это ты пытаешься что-то выдумать, люди пытаются выдумать, и от этого еще более интересно. И вот сегодня посчастливилось мне занять второе место в турнире за 2 тысячи рублей в городе Азов-Сити, и я этому очень рад, хотя не совсем пока это еще понимаю. Ну, а в твоей практике вообще много было подобных выездных турниров, и, скажем так, считаешь ли ты себя человеком, для которого все эти серии, участие в этих турнирах, они, скажем так, ну, не смыслом в жизни являются, но важной верхней, как бы, в твоей жизни? Ну, это как минимум важно, потому что ты отвлекаешься от своего регулярного образа жизни, ты приезжаешь на серии, ты встречаешь очень много людей, которых ты до этого знал, и еще более важно, ты встречаешь много новых интересных людей, с кем потом становишься друзьями, вы общаетесь, переписываетесь, но по возможности, что мы живем в разных местах, плюс это огромный интересный опыт, каждый какой-то мой турнир по-своему запомнился. Я, может, сыграл их не так много, я сыграл в Барселоне, в Макао, в Филиппине, в России, в том числе, как бы. Но это такие очень яркие моменты и воспоминания, потому что помимо самой игры, в карты, было еще что-то сопутствующее, допустим, игра в казино, ты приезжаешь в новое место, новые люди, что-то интересное, путешествия в том числе. А если еще и у тебя получается путешествовать и что-то выиграть, то вообще настроение очень хорошее, да, да. Я, правда, пока не совсем понимаю, что оно у меня хорошее, тоже сильно наставший и измотанный, потому что все-таки, когда на кону миллион восемьсот, это нервишки немножко сдают, я думаю. А учитывая список перечисленных городов, для тебя как бы у покера в какой-то степени возможность увидеть мир, и там воспринимаешь его как вариант такого туризма с такой изюминкой в виде покерного турнира. Нет, это определенно возможность путешествовать. Я, допустим, через несколько дней собираюсь ехать в Прагу, в которую я очень давно хотел попасть. Я, может, не так много турниров там буду играть, но хотя бы я и турниры поиграю, и много друзей встречу, которые живут за границей и слетаются на этот турнир. Там русские, австралийцы, американцы, англичане и так далее. Плюс это будет все-таки путешествие, как-никак, и я смогу увидеть новую страну, какой-то новый мир, понять, что мне нравится, что не нравится, где я хотел бы жить, получить какой-то новый опыт, какие-то новые раздачи интересные, новые люди. То есть, ну, плюсов очень много. Ну, если не повезет, ничего страшного, повезет в следующий раз. Ну, все-таки хочется мне задать, может быть, хотя бы маленький вопросик о твоем знакомстве с Сашей Кострицыным, и для всех покеристов город Волжский как бы ассоциируется именно с его именем. Может быть, скажешь несколько слов о том, как ты с ним познакомился, и как повлияло на твое отношение к покеру, знакомство с ним? Ну, допустим, если вспомнить Сашу, ну, мы выросли в одном городе, да, город Волжский, и я помню турнир по компьютерной игре Quake 3 2002 года. У нас даже есть общая фотография, где я, мой родной брат, Саша и еще 7 призеров стояли, ну, общая фотография. Мне было 12 лет, это был 2002 год. Я занял седьмое место, Саша занял пятым, Саша меня выбил. Мы с ним играли дуэль, я проиграл без шансов практически, а знакомство, ну, оно с покером вообще никак не было связано, это просто как был киберспорт. А вспомнить, допустим, как могло повлиять на карьеру с таким известным игроком, ну, по началу решения, о которых он говорил, конкретным каким-то раздачам, касались, ну, как оказалось, чем-то глупым и невероятным. Что-то странное, новое, ну, в принципе, как и все, люди новое не любят воспринимать, не могут воспринимать серьезно. А потом, как выяснилось, появилась хорошая вещь и, собственно, наверное, какой-то старт, но все отпидал в плане размышлений. И, конечно, очень приятно, что есть такие знакомые, такого масштаба, нашего относительно небольшого города. Ну, а скажем, на твой взгляд, покерное мышление как-то отличается от какого-то вот принципиально обычного, ну, есть там, можно сказать, там, математическое мышление, какое-то еще мышление. Вот человек, который играет в покер, он как-то думает немножко по-другому, оценивает, может быть, ситуацию не только на покерной столе? Ну, я, допустим, могу как-то провести пример в том плане, что, когда ты играешь в покер, каждое действие подразумевает какой-то смысл. То есть ты делаешь ставку, ты хочешь либо, чтобы человек тебе не поверил и оплатил, или, там, допустим, поверил и выкинул. Поэтому всегда есть какой-то смысл, зачем ты это делаешь. Неважно, правильно этот человек делает по стратегии или нет, но какую-то цель он преследует. Может, даже просто вот он ставит на дурака, чтобы ты выкинул, показать тебе и смеяться. Как какой-то, там, глупый, я вот так вот тебе переиграл. Это мышление переходит в жизнь, и, на самом деле, чуть-чуть тяжеловато становится, потому что ты в личных отношениях пытаешься найти какой-то подвох уже. Ты уже думаешь всегда, что так, он либо добирает, либо глифует, либо что-то вообще непонятное, что-то происходит. Немножко тяжело в личных отношениях со своей женщиной, потому что женщина у нас капризная в создании. Она ведет себя так, потому что, ну, это природа, эмоции, еще что-то. Во-первых, мы как мужчины не совсем это понимаем, а во-вторых, еще как покерный игрок ты думаешь, что должно быть везде логик. И пытаешься, ну, найти эту логику и понять. А я, ну, просто нету. И от этого куча мыслей, которые не нужны, как бы, и они все портят. Но в целом это как бы правильно русло ставит мозги, начинаешь пытаться как-то правильно понимать ситуацию, как она есть. И один из больших плюсов покера, что ты, допустим, в определенную руку, комбинацию раздачу, ты можешь, допустим, разыграть там 3 или 4 разных способа, и каждый из них будет по-своему хороший, правильный. И получается так в жизни, что есть какая-то ситуация, ты сразу пытаешься найти даже нестандартное решение. Есть стандартное обычное, да, а ты пытаешься найти какое-то нестандартное, и у тебя мозги в этом направлении работают очень быстро и очень хорошо, и все-таки какие-то плюсы все равно есть. Это приятно. Ну, хорошо. Может быть, возвращаясь к финальному столу вот этого турнира, как бы ты оценил собственную игру и доволен ли тем, что в итоге так закончилось, что ты поделил, ну, скажем, формально занял второе место, но учитывая эту ситуацию в конце, можно ее по-разному интерпретировать. Допустим, касаемо конкретно своей игры на финальном столе, у меня было 5 раздач. Из них 3 раза я выставил с Ивалын и победил, я был старше, и 2 раза, один раз украл блайнды, второй раз я байфовал, мне повело. Я сыграл всего 5 раздач, наверное, может, даже 6, но это и то нет, я играл очень-очень аккуратно, не потому что я выбрал такой стиль игры, хотя, отчасти, это было так, потому что было очень много людей с маленьким количеством фишек, там я пытался чуть-чуть переждать, были агрессивные ребята, и я не видел смысла как-то забирать инициативу в свои руки, к тому же все играли довольно пассивно, и ничего страшного. Касаемо решений нашей дележки, да, мне чуть-чуть неприятно, но я понимаю обе стороны, допустим, я изначально нацеливался на один результат, но всегда это на первое место, даже если ты второе занимаешь, тебе платье за второе, сядут, блин, мог первый, вот оно было, вот я проиграл 50 на 50, вот, и как-то чуть-чуть недоволен всегда, ну, по сути, естественно, я очень рад этому, а касание решения менеджмента по данной ситуации, оно в целом меня устроило, мы пришли к общему, и, ну, уже ничего не изменить, и ничего страшного, как бы. Не факт, что я бы согласился на эту дележку, ну, на таких условиях, потому что все-таки какая-то, не знаю, юношеский максимализм, что вот хочется первое и только первое соревновательное будущее, но в целом все закончилось хорошо, как бы, и мы нашли какое-то такое решение, которое устроило нас всех, то есть никто не сказал, что кто-то перетягивает одеяло на свою сторону, но кому-то денег не дадали, и мы все довольны, все-все-все четверо игроков, все это прошло позитивно, без какого-то лишнего кровопролития игрового. В твоей памяти это самый большой, ну, самый большой приз, который тебе удалось получить в трениках, либо были побольше? Конкретно в живой игре, да, самый большой, если переводить в доллары, но, опять же, я не знаю, как правильно перевести в доллары, потому что и сейчас есть нынешний курс, и есть предыдущий курс, да. Ну, что-то порядка 33-34, может, чуть поменьше. Нет, в живую не было, в живую было в евро, и, может быть, там, тысяч, по-моему, 12 или 13, это было в Китае. В интернете было, к примеру, такие были, в кэш-игре, такие банки и призовые. И я, как бы, рад этому, до сих пор пока не понимаю, что до конца происходит, как-то, но, в целом, я довольный результатом. Скажем так, вот это выступление станет, можно быть, ну, причиной и желанием, как бы, сыграть в этой серии еще? Я с удовольствием сыграю в ней. Во-первых, я живу недалеко, мне, в целом, многое понравилось. Есть некоторые нюансы, которые мне не понравились, но это никак не связано с менеджментом. Это, скорее, связано с самой инфраструктурой города, которая, ты, даже если захочешь что-то придумать, это практически, ну, это очень тяжело. То есть, все, что ты можешь сделать, это играть в карты и спать. Не то, что нужно что-то такое феерическое, какие-то там, карнавалы, театры, дюсселе и так далее, но хотелось бы все-таки иметь какую-то именно развлекательную зону, помимо азарта и алкоголя. Потому что, по сути, здесь это ты либо играешь в кокер, играешь против призывного, ну, и немножко алкоголизма. Это весело первые два дня. Потом это надо, да. Хотелось бы как-то чуть-чуть добавить к культурному, может быть, мероприятию, для здоровительного, чтобы, если, допустим, у тебя не сложилось, и ты вылетел в турнире в начале дня, чтобы у тебя было чем заняться. Не только сидеть в номере отеля, играть в казино. Настроения нету, так сказать, чуйки, что повезет, тоже нет. А делать, а нечера, пьянствуй или играй. Единственное, что мне нравится. А так, в целом, встретил много позитивных людей, несмотря даже на политическую обстановку. Все прошло вообще очень хорошо, как бы, гладко, и я даже был приятно удивлен, как бы, это.